Здравствуйте! В эфире передача «День за днём». С вами в студии Алина Сазонтова. 29 июня отмечается Международный день промышленного дизайна. Именно в этот день, в 2007 году, было создано Международное объединение индустриальных художников-дизайнеров всего мира. Сейчас это одна из самых современных и востребованных специальностей. Поэтому выпускники школ все чаще выбирают эту профессию. Ну а что происходит в нашем городе, смотрите прямо сейчас. Меня очень хорошо здесь приняли. Все врачи-нянички. Пациенты хирургического отделения медсанчасти благодарны врачам. Я хочу сегодня от имени главы муниципального образования города Десногорска, Смоленского области Андрея Николаевича Шубина. Искренне поздравить вас с выпускным, с окончанием обучения. Торжественный прием у главы администрации выпускников-медалистов. За 10 дней, конечно, можно подружиться. Приезжают хорошие ребята, общительные, с ними можно нормально поговорить. Участники слета Отечества получили заслуженные награды. Мне, конечно же, грустно, потому что, ну, ничего страшного, на следующем году вернусь. Закрытие первой смены оздоровительного лагеря «Созвездие». С 1985 года в Десногорской медсанчасти функционирует хирургическое отделение. Около трех лет назад его объединили с травматологией. В отделении работает высококвалифицированный персонал. Основные функции отделения заключаются в оказании экстренной хирургической травматологической урологической помощи. Лечатся у наших врачей не только жители Десногорска, но и соседних городов и регионов. К нам обратились пациенты с просьбой отблагодарить персонал отделения за работу и добросовестность. Что из этого получилось, смотрите в нашем сюжете. Хирург – это благородная и ответственная профессия. Часто только оперативное вмешательство может спасти самое ценное человеческую жизнь. Аппендициты, опухоли, переломы, операции различной сложности – всем этим занимается хирург, стать которым сможет далеко не каждый. Железные нервы и твердая рука – вот то, что отличает людей этой профессии. Каждый, кто справился со всеми сложностями этой работы, остается верен своему делу уже до конца. Профессия, специальность моя мне очень нравится, работам нравится. Единственное, конечно, с новыми какими-то положениями, приказами работать становится сложнее. Очень много бумаг, очень много документации. С каждым годом ее становится все больше и больше. Конечно, мы в некотором роде отстраняемся от больных, от пациентов и уделяем им меньше времени, чем хотелось и чем это было, по крайней мере, 20 лет назад. Сотрудники хирургического уделения, врачи, медсестры, у них идет полностью профессиональное выгорание на работе. Полностью выгорание идет. Здесь нельзя быть бездушным. Попытаются, которые пришли и ушли. Да, вот тяжело сейчас, но они же останутся все работать. Никто не уходит из них. Пациенты чувствуют такое отношение и очень благодарны персоналу отделения. Попала в Десногорскую больницу в тяжелейшем состоянии. Меня очень хорошо здесь приняли. Все врачи, нянечки, лечащие врачи очень хорошо относятся к больным. Очень внимательно. Благодарю их всех. Я очень рад, что попал в эти руки. Не в смысле попал в отделение, а у меня тяжелая травма, перелом позвоночника, позвонка. Но я довольна обслуживанием, отношением к людям, к нам больным. Выражаю благодарность всему медицинскому персоналу. Персонал очень хороший здесь все. Начиная с санитарок и кончая медсестрами. Все хороши. Хотелось бы объявить благодарность всему медицинскому персоналу, лечащим врачам, медсестрам, нянечкам. Лечусь в этом отделении уже на протяжении четырех лет после аварии. Замечательный коллектив. Замечательное отношение к людям. Мой лечащий врач Сергей Константинович Кабалов. Низкий поклон ему. Замечательный человек и доктор. Работу персонала высоко оценивает и руководство отделения. У нас очень хороший сплоченный коллектив. У нас прекрасные доктора, и молодые, и доктора с опытом, и сестринские персоналы, и младший медицинский персонал. В общем-то все очень ответственно относятся к выполнению своих функциональных обязанностей. Труд медсестры очень тяжелый и не совсем благодарный бывает. Они не только сделают уколы, но они и словом, и добрым словом, и ласковыми руками помогают больным выздороветь. Кадровый дефицит в медико-санитарной части Десногорска составляет 49%, поэтому врачи работают на износ, часто сутками, и благодарность пациентов помогает им поддерживать в себе стремление и дальше спасать человеческие жизни. В Смоленске стартовала всероссийская встреча участников конкурса «Города для детей». В 2018 году за звание лучших борются более 160 городов и сельских поселений из 53 субъектов страны. Встреча участников будет проходить в течение двух дней. Она нацелена на профилактику детского неблагополучия. Специалисты обменяются успешным опытом работы и обсудят вопросы эффективной помощи детям-инвалидам и неблагополучным семьям, а также социализации несовершеннолетних, нарушивших закон. Также в рамках встречи пройдет несколько мастер-классов и выезды в реабилитационные центры. Отзвенели последние звонки в школах, закончились государственные экзамены. В нашем городе стала доброй традицией чествовать выпускников, достигших высоких результатов в учебе. И сегодня, 29 июня, выпускники, закончившие школу на отлично, приглашены в администрацию для торжественного обручения медалей. Торжественное чествование лучших выпускников прошло в зале администрации Десногорска. Ребят пришли поздравить представителей органов власти, общественных организаций и, конечно, счастливые родители и педагоги. В этом году во взрослую жизнь отправится 188 выпускников. 11 ребят удостоены золотых медалей. Заместитель главы Александр Новиков поздравил вчерашних выпускников с высокими результатами учебы. Впереди вас ждет большая жизнь. И с сегодняшнего дня уже изменилось то, что теперь всю ответственность за ваши действия, за ваши поступки, за ваши решения будете внести вы сами. Уже не родители вы, вы полностью взрослые люди. Я хочу сегодня от имени главы муниципального образования города Десногорска, Смоленской области Андрея Николаевича Шубина искренне поздравить вас с выпускным, с окончанием обучения. Сказать, что вы огромные молодцы, предложил столько усердия, столько сил для того, чтобы заслуженно получить эти медали. Александр Александрович вручил выпускникам медали и памятные адреса от главы муниципального образования города Десногорска. Слова благодарности педагогам звучали от родителей выпускников. Каждый учитель, каждый руководитель гордится, поддерживает и в трудную минуту всегда протягивает руку помощи. Спасибо вам огромное за эту помощь, за то, что наши дети смогли добиться таких успехов благодаря вам. По традиции лучшие вчерашние школьники оставили свои подписи в книге почетных выпускников. Выпускница первой школы Татьяна Сидельникова признается, что получить эту медаль ей было непросто. Ну, если честно, с первого по четвертый класс у меня не было никогда всех пятерок. У меня было один раз только пятерка по математике, остальные у меня всегда четверки были. А потом, когда я пришла в пятый класс, я подумала, ну, а почему бы не быть отличницей, это же прикольно. Вот. И вроде бы сначала было тяжело, приходилось учиться много, запоминать. Но в девятый, десятый, одиннадцатый я уже не напрягалась сильно, потому что уже была основа заложена, и я как-то следовала по пути, который положила изначально, и все. Впереди у выпускников большая взрослая жизнь. Но воспоминания о школьных годах они будут хранить всегда. Десять июньских дней участники слета Отечества провели на Десногорской земле. В наших сюжетах мы рассказывали, как ребята жили, тренировались, общались и обретали новых друзей. Закончился слет командными соревнованиями на тропе мужества. Как распределились места победителей, мы расскажем в нашем сюжете. Опять торжественное построение команд участников военно-патриотического слета Отечества. Но это уже закрытие и подведение итогов десятидневной жизни в палаточном лагере и тренировок на площадках в лесу. Торжественный рапорт и приветственные речи. Поздравить ребят пришли заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, председатель первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции Юрий Кузнецов и его заместитель Игорь Хомяков. Много различных номинаций учредили организаторы слета в этом сезоне. Вручались кубки и грамоты за лучшие результаты в стрельбе, метание гранат и ножей, самому ловкому на переправах, за сноровку при сборе автомата, за быстрое оказание медицинской помощи пострадавшему и даже за дружелюбие и отзывчивость. Оценили лучших дневальных, быстрее всех чистили картошку девчонки из команды братской Беларуси. Но лучшими из лучших оказались три команды. На третьем месте опять же друзья из Беларуси. Эта славная команда собрала едва ли не больше всех наград. Второе место у команды Курчатова. Кубки тоже валились из рук командира. И второй раз подряд первенство держит смоленская команда из военно-патриотического клуба «Пластуны». Конечно, нравится. А что мне нравится? Ну, дисциплина, физическая подготовка, занятия разные. Пометание ножей по стрельбе. За 10 дней, конечно, можно подружиться. Приезжают хорошие ребята, общительные. С ними можно нормально поговорить, посидеть. Не только спортивные, но и творческие таланты раскрывает слет Отечества. Нашли друг друга два музыканта, любителя патриотической песни. Это десногорец Андрей Костенюк и его друг из Удомли Тимофей Титов. Для них даже учредили специальный приз «Душа Отечества». Баян, в принципе, он такой патриотический инструмент. А гитара, она может подойти везде. И поэтому мы подумали, что лучше всего петь именно патриотические такие песни, которые поднимают дух солдат, поднимают дух ребят. Мальчик один, Титов Тимофей, который на гитаре моей играл. Мы с ним собираемся держать такое бурное общение в соцсетях и в дальнейшем, может быть, даже какую-нибудь группу музыкальную создать. Потому что у нас все замечательно получается. Попрощались с друзьями, расставались со слезами и обещаниями вернуться на следующий год. Таких людей я не встречала, наверное, нигде. Спасибо вам большое. Я очень рада, что с вами познакомилась. И очень надеюсь, что в следующем году мы обязательно все встретимся. 11-й слет Отечества объявлен закрытым. Спущен российский флаг. Но все участники уверены, что в следующем году они встретятся обязательно. В историко-кровеческом музее прошла интерактивно-образовательная программа «Русальная неделя» для ребят из оздоровительных лагерей и Десногорского центра социальной помощи семье и детям «Солнышко». Программа прошла на берегу водохранилища. В завершении праздника дети спустили на воду венки, на которые они загадали свои желания. В лагере «Созвездие» Дома творчества закончилась первая смена. Месяц в лагере для ребят пролетел незаметно. И вот, 28 июня состоялось торжественное закрытие. Закрытие первой смены воспитанники лагеря отметили ярким, шумным праздником. Каждый отряд представил свой танцевальный номер. Ребята подошли к этому очень креативно. Сами были костюмерами, хореографами и концертмейстерами. Лагерь Дома творчества – самый популярный среди детей Десногорска. Это всё благодаря слаженной работе педагогов и воспитателей и грамотной организации досуга детей. На протяжении всего месяца ребят развлекали старшеклассники. Они были вожатыми. Лучшими вожатыми в первой смене лагеря признаны Екатерина Манюкова и Никита Симоненков. Сообщение с детьми – это что-то волшебное, во-первых, потому что они могут дать такую энергию, которую, я считаю, не может дать ни один взрослый человек, потому что она у них более чище. Я познакомилась с многими друзьями. Мне, конечно же, грустно то, что, ну, ничего страшного, в следующем году вернусь. Весёлые дискотеки, как были праздники весёлые. Как мы бегали, мы бегали туда-сюда, туда-сюда. У нас было задание. Мне больше всего понравилось то, что мы всегда куда-то ходим, никогда не сидим в отряде. Тут интересно, всегда мероприятия какие-то, мы всегда куда-то ходим. За июнь ребята нашли новых друзей или укрепили старую дружбу, узнали много нового и на славу повеселились. В конце праздника дети получили сладкие подарки. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал Игорь Негода.